Несмотря на то, что получилось неплохо улучшить результат Леонет на датасете Цифара, мы улучшили результат на целых 10%, реализация Леонета имела очень большой недостаток. Она хорошо справлялась с цифрами в одно канальное изображение, цифры были очень простые, а вот на датасете с тремя каналами и с довольно сложными картинками она уже справлялась плохо. Это происходило из-за того, что фильтров в наших свертках было очень мало. Если вы помните, то первая свертка имела всего 6 фильтров, а вторая 16, а дальше все это переходило в полносвязные слои. Давайте добавим фильтров и посмотрим, а если мы из изображения будем извлекать больше информации, может быть и качество станет лучше. Возьмем все идеи с предыдущего шага и поместим их в одну лаконичную сеть, назовем ее Цифарнет. Наша сеть будет обладать бач-нормализациями, активацией там будет Relu, мы будем использовать конволюции 3х3. В принципе мы можем использовать конволюции 5х5, чтобы узнать как делать лучше, я вас призываю попробовать самостоятельно. Кроме того, наши конволюции будут выходить за размер изображения, чтобы этот размер не менялся до и после конволюции. В принципе зачастую это хорошая идея, потому что таким образом сеть понимает, а где границы изображения, в каком месте конволюция находится в данный момент. Находится она в углу изображения, слева или справа. Потому что пиксели, которые выходят за размер изображения, заполняются нулями. Соответственно можно обучить такие конволюции, которые будут реагировать на границы изображения и может быть это дополнительная информация, которая раньше не была доступна. Давайте пройдемся по конкретной реализации. Сперва мы применим бач-нормализацию к исходному изображению. В принципе такую бач-нормализацию можно трактовать как нормировку по яркости и контрасту изначального изображения. Дальше мы будем применять свертки. Каждая свертка будет 3х3. Первая свертка будет иметь 16 каналов. Из 3х каналов превращается в 16 каналов. Эта свертка будет выходить на единичку за размер изображения. Из чего следует, что изображение после этой свертки останется в старом размере. Далее активация relu, опять бач-нормализация и max-pulling. И вот такие вот блоки конволюция, активация, нормализация и max-pulling будут у нас повторяться. Второй блок отличается от первого только тем, что на вход приходят к нему 16 каналов, а на выход 32. Соответственно каждый следующий блок будет увеличивать в 2 раза количество каналов. Третий блок 32 канала на вход, 64 на выход. После третьей свертки, точно так же, как мы делали в Леонете, у нас будет 3 полносвязных слоя. Первый полносвязный слой примет растянутый вектор изображения размера 8х8х64. Это число 4096. 8х8 обусловлено размером тензора, который пришел после последней свертки. А 64 это ее количество каналов. Этот большой тензор, он ужмет в вектор размера 56. Далее будет активация тангенсом. В принципе можно было бы оставить рилу, это на ваше усмотрение. Далее batch norm 1d, потому что у нас 1d тензор. На вход ему приходит 56, потому что это количество нейронов. И далее точно так же один полносвязный слой ужимает до 64 нейронов. Тангенс в качестве активации. И batch norm 1d. Ну и последний слой из 64 нейронов делает 10, которые являют собой ответ. Функция forward повторяет логику нашей инициализации. Мы применяем batch norm, который называется batch norm 0, потому что он применяется к изначальному изображению. Далее конволюция активация batch norm pooling. Конволюция активация batch norm pooling, второй блок. И снова конволюция активация batch norm 3. В принципе можно было бы тоже сделать pooling, тоже на ваше усмотрение. Можете попробовать с ним. Далее мы разворачиваем наши тензоры в batch из векторов. Первым идет batch size, потом размер вектора, который мы хотим получить. То есть это будет x size это 8. Высота изображения x size 2 тоже 8 это ширина изображения. И x size 3 это 64 количество каналов в тензоре, которые приходят из последней свертки. Далее идет full connected слой, активация, batch norm, full connected слой, активация, batch norm. И ответы получаются из последнего третьего full connected слоя. Давайте посмотрим, как эта сеть классифицирует изображение. Субтитры создавал DimaTorzok